Эта индейка из Германии приобрела прописку в Иркутской области. Птицу из Европы сюда доставляют ежемесячно в виде яйца. Его помещают в инкубатор на доращивание, а уже через сутки после вылупления малышей пересаживают вот в такие цеха. Все системы здесь автоматические. Вентиляция, подача пищи и воды. Птицы содержатся на глубокой подстилке. Они могут спокойно перемещаться по корпусу. Именно этот метод содержания считается наиболее гуманным. Аналогичного производства в регионе нет. Даже яйцо по этой причине приходится заказывать за рубежом. Индюководства в России развито мало. Аналогичного хозяйства нет не только в Иркутской области. Его нет и в Читинской области, и в Хабаровском, Приморском. То есть все, что на восточнее, кроме фермеров, промышленных предприятий нет. Есть намерения, которые в открытых источниках я читаю, что кто-то собирается в Новосибирске что-то сделать, в Красноярском крае. Но пока, по факту, жители Иркутской области кушают индейку глубоко замороженную. Чтобы птицы лучше развивались, самок содержат отдельно от самцов. Вес последних в виде тушки может достигать до 20 килограммов. У особей женского пола в два раза меньше. Корма производят сами. Для этого используют пшеницу, соевое масло, рыбий жир, витамины и микроэлементы. Индюшки очень капризны в питании и могут заболеть, если не получают всех необходимых веществ. Питание напрямую сказывается и на качестве мяса. У этих птиц оно уникальное. На грудке белое, на бедрах и голени красное. Анна Лазарев, директор и основатель предприятия, рассказывает, быть новаторами немного страшно, но в этом случае риск оправдан. Тем более, проект поддержала и корпорация развития Иркутской области. Первый финансовый транш мы получили 1 августа прошлого года. Это было 63 миллиона. И в конце марта, начало апреля, не помню точно, мы получили еще 28 миллионов. Вот эти две суммы мы получили от корпорации развития. Больше никто с нами не хотел сотрудничать. Все банки нам отказали. Только корпорация развития нас поддержала. Сейчас у предприятия открыта одна торговая точка на реализацию в Ангарске. Но планирует выйти на 10 или даже 15 пунктов продаж полезного мяса. А к следующему году должны увеличить и объемы производства. До 1100 тонн мяса ежегодно. Виктория Малая, Сергей Полянский. Новости сейчас.